всем доброе утро доброго времени суток откликнитесь пожалуйста кто-нибудь слышит меня или нет на самом деле я поняла это уже не важно потому что я сохранил эту запись и вы увидите в записи то о чем я сегодня хочу вам сказать я на сегодняшний момент так остро ощутила что вообще значит звонок другу то есть что значит позвонить человеку который тебя поддержит который тебе скажет как нужно разобраться с этими гаджетами видимо не зря их так назвали вот очень рада что как бы эти мои друзья очень молодые готовы всегда мне помогать также у меня есть сегодня неприятные новости в плане того что уходят твои соседи уходят от этого заболевания и поэтому я еще раз призываю всех пожалуйста самоизолируйтесь это очень важно для наших врачей чтобы они выдержали эту нагрузку чтобы они сохранили себя и помогли нам выздороветь сохранили жизни тем у кого хронические заболевания нашим родителям поэтому вот так пришлось немножечко грустно и весело начать этот эфир но сегодня как раз о той теме которая меня сейчас спасла я так усиленно дышала 30 минут я надеюсь что у вас уже во всех комнатах висят плакаты на которых написано просто дыши в любой момент когда тебе тяжело когда-то нервничаешь когда ты не можешь успокоиться возвращайся пожалуйста к этой простой методике которая возвращает тебя в общем так жизнь она говорит что ты есть ты дышишь ты живой и мы с вами уже разобрали несколько форм дыхания я не стан не буду останавливаться сейчас на фиазологии но все знаю что у нас есть носовое дыхание у нас есть дыхание нертов+, у нас есть дыхание грудной клеткой это у нас поверхность на легочной дыхании есть у нас диафрагмальное дыхание когда мы дышим Richtung ретер дrece мужчины и женщины все дышат по-разному женщины в основном грудной клеткой мужчины бришные прессы но я хочу сказать что когда мы нервничаем Что первое с нами происходит? Мы задерживаем дыхание или начинаем поверхностно дышать, тем самым вызывая гипервентиляцию. Так вот, когда мы создавали областной астмоцентр на то время, это 20 лет назад, я знала только две методики дыхания, которые преподавала вас в школе. Это как раз методика Бутейко и Стрельникова. Это два наших, один физиолог, другая певица, которые создали стройную систему дыхания. И всех тех, кто сейчас имеет в анамнезе, у которых есть заболевания легких, я вас призываю сейчас смотреть видео. Я постараюсь отобрать те видео, которые гарантированно качественные и профессиональные, для того, чтобы вы сейчас овладевали этими методиками. Потому что коронавирус пришел в нашу жизнь. К сожалению, тропность его к легочной ткани уже доказана. И люди уходят от осложнений, связанных именно с легочной патологией. Поэтому нам сейчас нужно обязательно научиться правильно дышать и в любые минуты всегда возвращаться в дыхание. Потому что у жизни есть только два подарка. Вдох и выдох. Сейчас мы встаем. Встаем. Видно меня? Я на самом деле не вижу то, что вы пишете, потому что я уже отошла далеко. И, в общем-то, по возрасту у меня уже дальнозоркость. Поэтому буду делать это на свое представление, как это должно быть. Вы помните ту стойку, которую я вам объясняла, когда ноги врастают, они как корни, колени согнуты. Мы подворачиваем наш копчик, лобок тянем вперед. И в этот момент у нас расслабляется поясничная область, расслабляются плечи, лопатки. У нас свободна шея, затылок у нас тоже как бы движется очень хорошо. И макушка тянется к солнцу. Все будет хорошо, мы дотянемся до солнца, солнце вон светит прямо об окно, и я такая счастливая от этого. Поэтому вспоминаем о том, что я говорила, что в нашей культуре нельзя глубоко и звонко дышать. Почему? Потому что это чаще всего связано с огорчением, с расстройством. А мы же должны быть перфектными, мы же должны показать, что у нас все отлично и хорошо. Но вот сейчас время позволять себе вздохи облегчения. То есть мы об этом уже говорили. Когда мы просто делаем легкий вдох, у кого свободный нос носом, а кто не может дышать носом, вдыхает ртом. И вспомните то состояние облегчения, которое у вас наступало. От данного экзамена, от признания в любви, когда вы выбрались из сложной ситуации, вспомните этот вздох облегчения. Предлагаю вам сейчас попробовать. Не скажу, о чем я вспомнила, какой вздох облегчения я сейчас для себя проработала. Я думаю, у каждого он будет свой. Вы можете поделиться в комментариях, потому что сейчас очень важно делиться. Делиться всем тем, что вы проживаете. Делиться всем тем... Чем мы можем поделиться? Это теми своими знаниями и своими умениями. Теперь очищающее дыхание, про которое я вам говорила. Когда мы опять проверили нашу позу, что у нас стопы врастают, колени согнуты, копчик подвернут на бок вперед, осели наши плечи, но у нас свободно. А шея, еще я забыла про нижнюю челюсть. Попробуйте это состояние, расслабьте нижнюю челюсть, она вас отвезла. А теперь сомкните губы аккуратно, чтобы челюсть чувствовала себя отвезшей. Вот это ощущение наполненного рта, вы его испытаете при расслабленной нижней челюсти. Макушка тянется кверху. И у нас есть область сердца, которая у нас дано для того, чтобы нам любить, для того, чтобы нам все пережить, и мы это все сделаем. Поэтому мы аккуратно поднимаем руки до уровня сердца. И выдыхаем в кончике пальца. Для тех, кто занимается оздоровительными практиками, они знают, что в этот момент в пальчиках получаются прямо мурашки. Поэтому вдох, выдох в кончике пальца. Вдох. Я немного спешу, потому что, чтобы взять ограниченное время для эфира, для того, чтобы вы заинтересовались этим процессом. Когда я приехала в Европу, какое же было на удивление и гордость от того, что все физиотерапевты, которые занимаются восстановлением послеоперационных больных, они все знают метод Бутейка. Все. И в Европе популярны Дэн Брюле. Вот эту книгу вам надо будет приобрести. Я ссылку на нее скину. Она так называется, как наш хэштег на сегодня. Просто дыши. Эти плакаты повесьте у себя на самом видном месте. И каждый раз возвращайтесь к дыханию, для того, чтобы понять, что нам в этой жизни дам вдох. И выдох. Теперь мы сегодня поговорим... А, да, мы с вами уже разучили еще одно упражнение. Когда мы злимся, когда мы должны показать о том, что собеседнику, что не все с ним хорошо, да и у меня на душе все нехорошо. Да вот, например, я обиделась сегодня на мужа. Ну вот, вот я так дышала. Сейчас я вам покажу, как я дышала. После этого вы должны почувствовать как раз расслабление. Ведь смысл осознанного дыхания в расслаблении. Если дыхание не приводит к расслаблению, значит, вы неправильно дышите. Другие методы, которые более традиционны, там, в Индии, пранаяма, в Китае, дыхание всем телом, я думаю, мы остановимся гораздо позже. А теперь у нас же у всех есть дети. Так вот, представляете, как тяжело нашим детям, потому что мы же для них держим маску, как будто бы все хорошо, и мы внутри спокойны, а дети все чувствуют. Спасибо, Марина, за вчерашний звонок, ты мне помогла придумать концовку сегодняшнего упражнения. Мама преподает итальянский. Она сидит в компьютере, там маленькая девочка, которую он ее учит. У нее трехлетний мальчик. И в этот момент мальчик начинает отвлекаться, выходит на балкон чуть ли, завершает какие-то поступки. Какой мой совет был маме? Марина, нужно расставить приоритеты в данный момент. Нужно помочь ребенку пережить как бы то, что ты внутри переживаешь. Он все чувствует, он просто сказать не может. Поэтому у ваших, у всех детей, а те, кто один, есть любимые игрушки, а есть любимые подушки. Еще, наверное, не все знают мою историю, почему как-то вот у меня подушки с бабочками, и вообще бабочки это моя история, потому что у меня есть внучка Маша, когда она родилась и начала говорить, она начала называть меня не бабушка, а бабочка. Когда я у меня слышал Маша, а почему бабочка? Маша говорила, а потому что ты летаешь. Поэтому давайте про улетевшую я буду завтра говорить, а сегодня мы подумаем о том, как мы можем себя вернуть в действительности, а особенно помочь нашим детям. Так вот, есть подушка, есть игрушка, я пока покажу без этого. То есть опять мы проверяем вот нашу позу. Детям не надо говорить ни про ноги, которые вырастают, ни колени, которые согнуты, они все знают. Вы им говорите, ты сейчас широко раскрываешь руки, вдыхаешь, а потом обнимаешь любимую игрушку, а может быть даже меня, но сначала на игрушки, чтобы они почувствовали этот выдох. То есть активный вдох и расслабляющий выдох. Я громко сейчас продышала, для того, чтобы вы услышали, но на самом деле это будет выглядеть по-другому. Обнимашки. Вот это должно быть в вашей семье обязательно. Оно для того, чтобы дети научились правильно вас обнимать, пусть они сначала обнимут, или подушку, или игрушку. Но мы же все знаем, что наши дети дома, сидя в четырех стенах, они просто одуревают и вообще как бы так же не понимают, что вообще происходит, что это я дома и не могу выйти на улицу, когда там все прекрасно. Предлагаю поиграть с детьми. Но это, конечно, для младших школьников, поэтому это называется ураган и легкий ветерок. То есть вот ребенок расшалился, он разбегался, и ты ему говоришь «Ураган!» И в этот момент он дышит. Выдыхает все, что у него есть. То есть он задывает этот ураган, он издает эти звуки. Потом отдыхает. Снова вдох. То есть он выдыхает всю эту энергию, которая есть в него. У него этот ураган. Когда вы почувствуете, что вы переключили его внимание, в этот момент вы ему говорите. Где моя вода? До нее не добегу. Вода должна быть. Рядом с вами должна быть вода. Вы помните? Лимон с имбирем. Любая щелочная вода должна быть сейчас с вами. И вы ребенку говорите. А теперь легкий ветерок. А теперь легкий ветерок. Ну вот, на сегодня все. Давайте еще раз повторим, о чем я вам сегодня сказала. Это вспомнить о вздохе облегчения, об очищающем дыхании, когда вам нужно успокоиться, об активном дыхании, когда вам нужно разрядиться, обнимашки с подушкой или с любимой игрушкой. И игра ураган. Это ураган. Это легкий ветерок. И да, еще самое главное, потренируйтесь сегодня, положите свою руку под нос и почувствуйте, как у вас дышит правая и левая ноздря. Об этом мы поговорим в следующий раз. Всем доброго дня, будьте здоровы, просто дышите, цените и любите тех, кто рядом, не забывайте их обнимать, звонить. Я все звонки принимаю по видео, потому что для меня очень важно вас видеть, мои дорогие друзья.